Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных, невыдуманных историй В том, что все они произошли на самом деле Я абсолютно уверен Ведь их прислали мне вы Ну что, начнем? По нашей доброй традиции сперва рассказываю свою историю История первая Я назвал ее «Подарок от чистого сердца» И снова ее главным героем станет кот Зовут Ферапонт Он живет у моей соседки Как-то раз вернулась она с работы и села ужинать На ужин был суп Рядом устроился Ферапонт У него на ужин был кусочек любимой колбаски «Понтик, тебе этой колбаски хватит?» Спрашивает хозяйка своего любимца «Может быть, тебе еще чего-нибудь положить?» Ферапонт в ответ ласково промурлыкал что-то непонятное И хозяйка решила дать ему еще и кусочек мяса из супа Достала и положила в кошачью миску Тут неожиданно раздался звонок И моя соседка пошла искать телефон Возвращается она на кухню и видит Ферапонт с удовольствием уплетает курочку А у хозяйки в супе плавает кусочек колбаски Если кому-то из вас тоже захотелось стать участником нашей программы То вспоминайте веселые, удивительные и поучительные случаи Которые произошли с вашими тетями и дядями Папиным другом или маминой приятельницей А может быть со щенком Фиксиком, которого недавно вам подарили Ну, в общем, вспоминайте и присылайте их мне Сделать это очень просто Можно зайти на страничку нашей программы На сайте дети.фм И там оставить свой рассказ А можно прислать его к нам на WhatsApp, Viber или Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Только сообщение обязательно начните со слова удивили Кстати, именно так и поступили мальчик Артем и его бабушка Зинаида Петровна Из Зеленограда Послушайте, что они написали История вторая Зачем велосипедисту шлем? Маленькому Артемке семь лет Недавно у него был день рождения И родители подарили ему велосипед Взрослый, с переключением скоростей И, конечно же, в тот же день Артемка решил на нем покататься Родители были заняты, и Артем позвал с собой бабушку И вот катается Артемка на новом велике Ну, как катается? Гоняет Бабушка еле поспевает за ним И тут по аллее им навстречу едет профессиональный велосипедист Перчатки, комбинезон, велоботинки, шлем Больше всего Артемке понравился, конечно, шлем Он был такой красивый, что мальчик, как завороженный Смотрел вслед уезжающему велосипедисту А когда тот скрылся за поворотом, начал конючить Бабуль, а бабуль, ну смотри, какой у дяди красивый разноцветный шлем Я такой же хочу, чтоб кататься без шишек и царапин Еще чего? Шишки, царапины, шлем какой-то Что это еще за напасть? Да нет, бабуль, ты не поняла Шлем, он не напасть Он на голову надевается Авторы следующей истории живут в Новосибирске Это мама Алиса, папа Сергей и их дочка Маша История третья Я назвал ее «Кто в семье главный» Маше четыре годика Она живет в очень дружной семье Но и в дружной семье иногда, ну конечно, возникают споры и разногласия В один из выходных Маша тихонько играла у себя в комнате в куклы Мама на кухне готовила обед А папа там же на кухне собирался прикручивать новую полочку для специй Все было как-то тихо, мирно И вдруг Маша услышала, как мама с папой начали разговаривать И говорили они все громче и громче И даже заспорили Маше стало интересно и она потихоньку на цыпочках зашла на кухню Села на табуреточку и стала наблюдать за спорящими родителями Понаблюдав так минут пять, Маша сказала Ох, я вот слушаю вас, слушаю и не пойму А че вы спорите-то? Да папа завтра с другом хочет на лыжах пойти кататься, сказала мама А я говорю, что надо полку прибить Вон, почти отвалилось уже Маша подумала немного и говорит А знаешь, пап, мне кажется, что ты можешь сделать так, как ты хочешь Но только так, как тебе сказала мама История четвертая Кто остался без хвоста? Маленькая Ариша очень любит животных Дома у нее живут Ротвейлер, Рекс и Кошка и Риска И все свободное время Ариша проводит, играя с ними А когда Ариша ложится спать То всегда просит маму почитать какую-нибудь книжку про животных Недавно Арине исполнилось три годика На день рождения мама подарила ей большую красивую книгу с картинками Ну и, конечно же, эта книга была про зверей Ариша еле дождалась вечера Чтобы уютно устроившись с мамой на диване Почитать эту книжку После нескольких прочитанных страниц мама спрашивает Ну что, Ариша, что ты поняла про животных? Ну что, у них есть глазки, ушки, носик, четыре лапки и хвостик Отвечает довольная Ариша И тут мама переворачивает страницу А там картинка, на которой нарисована змейка Мама и спрашивает Ну а здесь, где лапки, как ты думаешь, Ариша? Да нет, тут лапок, отвечает дочка Это просто кто-то из зверей свой хвостик потерял И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Калининграда Девочке Арине и ее маме Анжеле Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели Но и люди, известные всей стране Вы уже догадались, что в эфире рубрика История пятая Звезды удивляют И сегодня нашим гостем станет популярная актриса Катерина Шпица Давайте ей позвоним Катя, здравствуйте Здравствуйте Вы как-то рассказывали, что в детстве вы были, в общем, очень послушным И, можно сказать, даже примерным ребенком И все-таки вам от родителей частенько попадало Было дело, конечно В основном у меня были проблемы с излишней прямотой Но я болтала всякое разное, не задумываясь о последствиях И иногда это даже не соответствовало действительности Но это не то, чтобы мне хотелось соврать или что-то приукрасить Но, видимо, хотелось обозначить свой ум, сообразительность, деловитость Уж не знаю, с чем это было связано Но я пришла однажды во втором классе, кажется, даже уже Пришла на день рождения к своей однокласснице Подарила ей подарок А когда уходила, сказала ее маме Что моя мама просила упаковку подарка обратно домой принести Почему я так сказала? Я не знаю Мама мне, конечно же, об этом не просила Но я видела, что моя мама упаковки от тех подарков, которые ей дарили друзья Сохраняет И потом употребляет их в дело в дальнейшем Очень искусно Она очень красиво всегда упаковывала подарки Я, видимо, так хотела принести пользу своей семье Но чего добру пропадать? Они-то ведь не знают про такие способы циркуляции материалов в природе Они наверняка эту упаковку просто выбросят А я-то домой принесу И потом мы еще раз что-нибудь завернем Но мне, конечно, досталось Что ты нас позоришь? Спросили меня дома Это была известная актриса Катерина Шпица И ее история Все свое беру с собой Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями Которые присылаете нам вы, наши слушатели На очереди История шестая Которую я назвал «Мама, а Вселенная бесконечна» Или «Космос — это просто» Как-то в выходной Семилетний Димка был дома Погода была плохая, дождливая И он не пошел гулять А сел смотреть телевизор Пощелкав по каналам Дима остановился на передаче Где рассказывали про нашу Вселенную и Галактику И про то, как они зародились И когда-нибудь в далеком будущем исчезнут Передача была очень интересная Дима так увлюкся, что досмотрел ее до конца Увидев это, мама нашла в домашней библиотеке книжку про космос И решила ее почитать сыну на ночь Дима лег в кроватку и приготовился слушать Мама начала читать, но почему-то постоянно останавливалась Вчитывалась в текст и задумывалась Дима спросил «Мам, ну почему ты постоянно останавливаешься? Так же слушать неинтересно» «Да книжка оказалась какая-то сложная Я вот пытаюсь разобраться, что здесь написано Чтобы потом тебе понятно объяснить» «Да ты не переживай так, мам!» Спокойно ответил Дима «Через 4 миллиарда лет Галактика Андромеды врежется в наш Млечный Путь И то, что здесь написано, не будет иметь вообще никакого значения» Прислали эту историю мальчик Дима и его мама Дина из Зеленограда История седьмая Волшебные обои Затеяли как-то родители маленького Арсения небольшой ремонт в его комнате Решили заменить обои на какие-нибудь более яркие и смешные Когда мама с папой поехали в магазин, то сына, конечно, взяли с собой Чтобы он сам выбрал Когда Арсений зашел в магазин, у него прямо глаза разбежались Сколько здесь было разных обоев Он долго ходил с серьезным видом вдоль рядов с красочными рулонами Мама с папой послушно следовали за ним Наконец Арсений выбрал «Вот! Такие вот хочу!» Сказал Арсений, показав на обои с милым тигренком, гуляющим под джунглем «Хороший выбор!» — сказал продавец «Они к тому же еще и самоклеющиеся!» «А что значит самоклеющиеся?» — хотел спросить Арсений Но продавец уже ушел к другим покупателям Когда обои привезли домой, их сразу положили в комнату Арсения Он взял стульчик, сел около обоев и стал на них смотреть Когда через некоторое время мама зашла в комнату Сын все так же сидел на стульчике и смотрел на рулоны «Сень, а что ты так на обои-то смотришь удивленно?» — спросила мама «Мам, ну ты же слышала, что сказал продавец?» «Они самоклеющиеся!» Вот я и жду, когда они самонаклеются За эту историю мы говорим спасибо мальчику Сене и его папе Славе из Москвы А за следующую благодарим наших слушателей из Ростова-на-Дону Мальчика Виталика и его маму Галину История восьмая Простая арифметика Виталику семь лет, он учится в первом классе И больше всего Виталик любит математику Учительница это заметила и стала давать Виталику дополнительные задания Посложнее И вот как-то пришел он домой после школы И, как обычно, сразу сел за уроки Быстро все сделав, взялся за дополнительное задание Но сразу справиться не получилось «Мам, мне тут учительница задачку задала Поможешь решить?» «Ну, конечно!» «Показывай свою задачку», — ответила мама Взяла в руки учебник и стала читать условия «Три килограмма яблок стоят тридцать рублей» «Сколько стоит один килограмм яблок?» «Ну, Арсений, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы решить эту задачку?» «Умножить или поделить?» «Мам, да надо просто на ценник посмотреть» «Вот ведь удивили!» В эфире 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей И не только Я уж не раз говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей Сначала читать и удивляться, а потом рассказывать и удивлять вас В рубрике История девятая История из истории И сегодня я расскажу вам про Дмитрия Ивановича Менделеева Это великий русский ученый Многие думают, что он был только химиком На самом деле он был физик, метролог, экономист, технолог, геолог и нефтяник Профессор Санкт-Петербургского университета, академик Самое известное его открытие – это, конечно, периодический закон химических элементов Вы, ребята, пока не знаете, что это такое, но обязательно будете проходить это в школе Это один из главных законов, по которому существует наш мир На его понимание у Менделеева ушло 25 лет жизни А когда Менделееву было 53 года, он в одиночку совершил полет на воздушном шаре, чтобы изучить солнечное затмение Вот какой он был человек! И вот какая история произошла с ним однажды У Дмитрия Ивановича было увлечение Он сам делал чемоданы, клеил рамки для фотографий и переплетал книги Даже когда ученый был уже в преклонном возрасте и у него ослабло зрение, он не оставлял своего хобби И вот однажды, покупая материалы для того, чтобы смастерить очередной чемодан Академик услышал за спиной такой разговор «А кто этот почтенный господин?» – спросил прохожий у продавца «Я где-то видел его портрет» «Ну, таких людей надо знать!» – с укором ответил продавец «Это же сам господин Менделеев, великий мастер чемоданных дел!» Вот ведь удивили! Друзья, с вами Алексей Лысенков И впереди нас ждут еще три истории от наших слушателей Я назвал их «Загадки чистоты» или «Водичка-водичка, умой мое личико» «Рассеянная мама» и «Находчивый Никита» Ну что, интересно? Тогда слушайте! История десятая «Загадки чистоты» или «Водичка-водичка, умой мое личико» Лето Денек выдался жаркий Пятилетняя Оля бегала с девочками во дворе И вдруг захотела пить Прибежав домой, Оля взяла чашку, открыла кран И стала наливать в чашку воду Но тут в кухню вошла мама Увидев, что Оля собирается пить водопроводную воду Мама строго сказала «Оля, пить воду из-под крана нельзя! Ее нужно обязательно сперва прокипятить! Она не очень чистая!» Оля удивленно посмотрела на маму и сказала «А почему же мы тогда этой нечистой водой под душем моемся?» Прислали эту историю девочка Оля и ее мама Лена из Екатеринбурга Авторы следующие живут в Санкт-Петербурге Это мальчик Алеша и его мама Наташа История одиннадцатая Она называется «Рассеянная мама» У мамы четырехлетней Сони сегодня очень важный и ответственный день на работе Поэтому всегда собранная и спокойная мама стала невнимательной и немного раздражительной Ходит она утром по дому и сама с собой разговаривает Так, это я взяла, это взяла, это не забыла положить Вышла в прихожую, надела пальто и опять Так, это я взяла, это взяла, это не забыла положить Маленькая Соня смотрит удивленно на маму и спрашивает «Мам, может тебе помочь?» «Ну чем ты мне можешь помочь, дочь?» – отвечает мама «Хотя...» «Сонь, я телефон забыла!» «Дай, пожалуйста!» Соня подает маме телефон «О, спасибо!» «Ой, а еще блокнот и книжку!» – вспомнила мама Соня подает блокнот и книжку «Ой, ой, еще шарф дай, пожалуйста!» И тут Соня серьезно так говорит «Мам, а ты еще помнишь, куда идешь?» «Или может тебя все-таки проводить?» Ну а теперь... Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из Краснодара Пятилетний Никита и его мама Лариса Ивановна История двенадцатая Находчивый Никита Никитке пять лет, и он очень активный Все время бегает, прыгает, что-то берет, играет Тут же бросает Воспитательница в детском саду часто жалуется его маме «Лариса Ивановна, я прям не знаю, что с ним делать Но каждую минуту ему что-то надо Он просит это и пока не получит, не успокоится Мама только кивает головой Ну, конечно, такого активного ребенка очень тяжело уложить спать А время-то уже позднее И мама пытается сделать все, чтобы Никита уснул Но не тут-то было «Мам, принеси мне Мишку, я с ним спать буду» Мама принесла И только собралась выйти из комнаты, как Никитка опять «Мама, а почитай книжку!» Мама вернулась, взяла книжку Прочитав пару страниц, мама говорит «Все, Никита, уже поздно, давай спать» Но только мама встала, чтобы выйти из комнаты, как услышала «Мам, а можно я подойду к окну, посмотрю, что там на улице делается» Мама начала сердиться «Ложись спать, Никита, все!» А Никита опять за свое «Мам, а как тебя на работе зовут?» «Лариса Ивановна меня зовут» «Все, Никита, хватит, больше никаких мам» Сказала мама, выключила свет и вышла из комнаты Не прошло и пяти минут Как из комнаты снова раздался радостный Никиткин голос «Лариса Ивановна, Лариса Ивановна, а я пить хочу» Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И двенадцать невыдуманных, удивительных историй В программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио Пока!